Низкий гемоглобин. Что такое гемоглобин? Красные кровяные тельца, или эритроциты, имеют цитоплазму, богатую пигментом красного цвета. Этот пигмент содержит атом железа и способен связывать кислород. Эритроциты насыщаются кислородом в легкие и затем разносят кислород по телу живого организма. Эритроциты человека – маленькие эластичные клетки, без клеточного ядра и органелл, что дает возможность разместить в своей структуре больше гемоглобина. Около 2,5 миллионов эритроцитов образуются в костном мозге каждую секунду. Также будет интересно узнать, что четверть всех клеток в теле человека – эритроциты. Подведем итог биологической справки. Эритроциты, которые содержат гемоглобин, имеют функцию переноса кислорода из легких к тканям тела, а также транспорт СО2 в обратном направлении. Гемоглобин и хорлофил Нобелевская премия в 1930 году была вручена за открытие химической структуры гемоглобина. К удивлению доктор Ханс Фишер, что в состав гемоглобина входит вещество гемин, и, как оказалось, его химическая формула идентична структуре хорлофила. Разница между гемоглобином и хорлофилом только в ионах железа и магния. Недаром хорлофил называют пладезию солнечной энергией. Последние исследования показали, что хорлофил оказывает положительное влияние на работу практически всех жизненно важных органов человека. Одним из самых богатых источников питательных веществ природного происхождения являются молодые проростки пшеницы и ячменя, богатые хорлофилом, бета-каротином, витаминами группы СЕК, а также другими микроэлементами. Сок проростков пшеницы усиливает синтез гемоглобина, а также является ценным антиоксидантом для всего организма. Продукты, повышающие гемоглобин Микроэлемент селен симулирует синтез гемоглобина, участвует в выработке эритроцитов. Не стоит сразу закрывать статью и искать список продуктов, богатых селеном. На первом месте вы увидите говядина, печень, 53 миллиграмма. Следует помнить, что улучшает усвоение селена витамин С и Е, его вы точно не найдете в мясе. Печень является самой крупной железой. Она синтезирует гемоглобин и его высокое содержание в печени животных и птиц. Вполне логично. Стоит задуматься, как корова получила этот гемоглобин. Корова питалась видовой пищей. Наш организм полностью самодостаточен. Не стоит употреблять мясо и молоко животных с целью получить гемоглобин оттуда. Мало кто из врачей имеет комплексные знания о строении и работе нашего организма. Поэтому, употребляя мясо, по их советам, в крови растет концентрация непереваренных белковых ядов и токсинов. Печень, как основной фильтр крови, должна обезвредить и перегрузить наши железы внутренней секреции. Это очень энергозатратный процесс. Как повысить гемоглобин в крови? Белковая часть молекулы гемоглобина, глобин, синтезируется, как и все остальные белки. Так как же образуются белки в человеческом организме? Наш толстый кишечник из растительной пищи синтезирует аминокислоты. Это делают определенные группы симбиотических бактерий. Именно они синтезируют нашему организму нужное количество разнообразных белков. Биосинтез второй составляющей части гемоглобина, гема, на 85% происходит в костном мозге и лишь при тяжелых анемических состояниях синтез совершается в печени, селезенке и лимфатических узлах. Официальные нормы показателей гемоглобина завышены. И этот показатель может быть уникальным для каждого организма. Питаясь видовой растительной пищей, человек обязательно получит необходимую норму гемоглобина. Этот процесс может растянуться при переходном этапе с тяжелого вида пищи на более здоровую растительную. Когда пройдут процессы перестроения и микрофлора желудочно-кишечного тракта восстановится, наши симбиотные бактерии будут вырабатывать все необходимое для полноценного функционирования организма. Как следствие, начнет вырабатываться и гемоглобин в необходимых количествах. Заключение. Наш организм очень тонкий механизм, сочетающий в себе много мелких деталей. Проблему нехватки гемоглобина нужно рассматривать комплексно и находить адекватное решение. В статье мы разобрались, что такое гемоглобин и что синтезировать наш организм его должен сам, но при правильной диете. Диета должна быть сырой, растительной и насыщенной хролофилом. Природа сама подсказывает нам решение. Это зелень. Чем больше зелени в рационе, тем больше новой крови будет синтезироваться. Следует помнить, что в темно-зеленой зелени больше хролофила. Так как гемоглобин содержит атом железа, то его норму тоже необходимо получать. В яблоках или проростках зеленой гречки находится большое количество железа. Относительно зелени стоит отметить, что человек способен усваивать лишь сок зелени. По этой причине хороши зеленые смузи. Все зеленые плоды и травы содержат много кальция и магния. Это фактически наша кровь. Также следует не забывать больше двигаться и дышать свежим воздухом. А на этом все. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал.